Всем привет! Вы смотрите Кулинарную Пропаганду, и с вами я, Дмитрий Фреско. Видно? У меня мозоль на языке. Я каждый раз говорю, что очень люблю короткие рецепты. И сегодня я вам покажу такой короткий рецепт. Это будут котлеты. Причем, в зависимости от того, что вы нальете вот этот стакан, это могут быть котлеты. Либо из говядины, либо из курятины, либо вообще из свинины. Мне для этого понадобятся лук, чеснок. Как известно, котлеты являются котлетами только потому, что в них есть чеснок. Бульон, в данном случае у меня куриный. Трица и, кто бы мог подумать, овсяные хлопья. Да, а мясо мне не понадобится. Для начала я нарезаю мелко лук. В этом рецепте очень важно лук нарезать ножом, а не пропускать через мясорубку. Так и делаем. Оператор говорит, что я оператора уже задрал, режиссера, видимо, нарезкой лука. Но куда деваться? Не хотите смотреть сюда, смотрите в этот ролик. Я вспомнил такую грустную историю, пробил слезу. Теперь дело за чесноком. Чесноком обходимся так же. Рубим его очень мелко. Все, самая сложная часть закончена. Осталось только все смешать. Для этих котлет нам понадобятся овсяные хлопья. Те, которые готовятся быстро, трехминутные. На две небольшие луковицы, я бы сказал, даже среднего размера, понадобится два стакана в 250 миллилитров объемом хлопьев. Три или четыре яйца, зависит от крупности яиц. Где-то, наверное, ну, в зависимости от вашей любви к чесноку. Половина головки чеснока. Небольшая щепотка соли. И бульон. Все перемешиваем. Бульон пока не трогаем. Что касается бульона. Когда я варю какой-нибудь суп, то воды в кастрюлю наливаю побольше. И, сварив для него бульон, отливаю в пластиковые посудины, или даже в пакетами раньше пользовался, часть бульона. И замораживаю. И поэтому вот так вот с утра встал. Надо на завтрак что-то приготовить. Достал из морозильника бульон. В микроволновке быстренько его разморозил. Через пять минут котлеты готовы. Или ризотто. Или какой-нибудь классный соус к мясу. Яйца были мелковаты, поэтому добавлю еще одну. Четвертая. Так. Фарш для котлет готов. Нагреваем сковородку. Сразу наливаем оливковое масло. И начинаем лепить. Руки можно смачивать холодной водой, чтобы котлеты не прилипали. Смотрите, какие нерумяные получаются. Поджаристые. Для того, чтобы они были более плотные, лук нужно резать как можно мельче. А запахи уже сейчас идут такие, что от мясных котлет уже и не отличишь. Лет восемь назад я старался каждый свой отпуск проводить в морях-океанах, под парусами. А под парусами обычно качает. И еще там есть такая мощная бытовая неустроенность. А именно, нет холодильников. Ну, вернее, они есть, но работают они только на стоянке в Марине. Ну, то есть в порту. И чтобы что-нибудь путное приготовить в таких условиях, приходилось изгаляться. Постоянно на одних сосисках сидеть не будешь. Это достаточно скучно. И вот, я все это время выискивал различные рецепты, для которых не требуется всего этого. Приехал как-то домой, а мне звонит моя мама. И говорит, слушай, такой рецепт нашла. Котлеты из овсянки. По вкусу получаются, ну, просто настоящие мясные, не отличишь. Ну, я скептически к этому отнесся. Ну, решил попробовать. Взялся готовить. И пока готовил их, жарил, моя ненаглядная хохотала по этому поводу. Говорил, чудес не бывает, ну, ты же понимаешь, что это все ерунда. Когда начал жарить, и пошел запах настоящих мясных котлет по всей квартире. Она говорит, ты что, мясные, что ли, жаришь? Я говорю, нет, овсянки, да не может быть. Я их пожарил, принес попробовать. Она была шокирована. Потому что по вкусу получаются натуральные мясные котлеты. Так, ну, что тут у нас? Так что настоятельно вам рекомендую. Соберетесь в какие-нибудь условия перебираться, где холодильников нет. Смело готовьте. Сейчас, когда они обжариваются с двух сторон, я добавлю бульон. Так, ну, похоже, последнюю пора переворачивать. Очень крупно порезал лук. И он усыпается. Надо помельче все-таки. Попробуйте. Действительно пахнет мясом. Не мясом, а чесноком. И самая главная составляющая здесь – хороший, насыщенный бульон. Бульон нужно посолить немного сильнее, чем хотелось бы просто для еды. Потому что эту соль возьмут себе эти котлеты. А они у нас сейчас практически не соленые. И чтобы получился насыщенный такой мясной вкус, соли должно быть больше в бульоне. Ну что, пора заливать бульон. Бульон нужно наливать в сковородку так, чтобы его объем получился чуть ниже середины котлет. До середины высоты. И сейчас он начнет кипеть и начнет впитываться в овсянку, а нас будет становиться мягче. И появится консистенция такая котлетная как раз-таки. Наши котлеты насыщаются вкусом мяса. Конечно, это не замена мясу. Это просто овсяные котлеты. Но они действительно вкусные, они быстрые. И очень хорошая альтернатива, я считаю, на завтраке, обычной овсяной каши. Их надо периодически переворачивать, чтобы пропитывалось не только та половина котлет, которая в бульоне находится, но и верхняя. Готовы не будут тогда, когда весь бульон впитается. Приближается кульминационный момент. Все, котлеты готовы. Ну что, снимаем пробу. Так. Обалдеть. Обязательно попробуйте. Очень вкусно. Я, кстати, даже как-то с бульоном кубиком пробовал. Это, конечно, абсолютно не то. Должен быть хороший, вкусный бульон. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Готовьте быстрые куриные и говяжьи котлеты. Если понравилось, подписывайтесь. Не понравилось, пальцы вниз. Загляните в инстаграм, в блогер, в Рыже. Там есть много тоже интересного. Всем спасибо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Корректор А.Егорова Продолжение следует...